Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном. Сейчас с вами ведущие программы «Вечер на Думской» Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Традиционно стабильно работает Одесский городской совет в день проведения сессии. Мы традиционно видели давку на входе, аншлаг. То есть мы видели депутатов за работой и мы, честно говоря, видели неоднозначное решение. Давайте поговорим об этом поподробнее. К нам в студии присоединилась депутат Одесского городского совета Анна Познякова. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напоминаю нашим телезрителям, что продолжается опрос. Звучит он так. Считаете ли вы Одесскую мэрию публичной? Три варианта ответа. Да, нет, тяжело сказать. Ну и традиционный мой вопрос к вам. Анна, как бы вы проголосовали? Да, нет, тяжело сказать. Я так понимаю, ваш вопрос связан с тем, что сейчас затруднен. Да не только сейчас. А как вы свободны, скажите? Ну, вы знаете, даже в прошлом году ситуация обстояла намного лучше, чем она обстоит сегодня. У нас вот ряд депутатов не может зайти в городской совет, если они вдруг забыли удостоверение. Ну, я и в прошлом году даже с удостоверением сталкивалась с тем, что меня не пускали на сессию Одесского городского совета. Ни меня, ни моего оператора. Действительно, если вы, как журналист и представитель СМИ, представители телеканала, не внесены в список аккредитованных журналистов, вот это такое положение. Подождите, какая аккредитация? Это доступ к публичной информации. Это закон Украины. Никакой городской устав не может противоречить закону Украины. А это не городской устав. Это буквально не так давно Одесский горсовет принял эти изменения по ограничению доступа. Это регламент проведения. В связи с чем? И на основании чего? Мне трудно, как говорится, мы можем только догадываться на основании чего. Ну, да, но уже депутат, значит, знаете, не может быть немножко больше. У вас-то доступ есть туда? Доступ есть. Ряд, ряд причин. И возросшая общественная активность, и ситуация накаляется в стране с каждым днем. И, видимо, все-таки и депутаты, и чиновники обеспокоены вопросами своей безопасности, потому что другого варианта я не могу найти. Но, тем не менее, что тогда их, знаете, как вот, допустим, мы не сильно обеспокоены вопросом нашей безопасности, потому что мы идем на диалог с одесситами постоянно, каждый день. Мы коммуницируем в Фейсбуке, мы коммуницируем в приемных. Мы абсолютно доступны там как в стенах горсовета, так и вне стен. Это турникет, и то, что не пускают людей, это прямое. Что за люди вообще не пускают людей? Какие люди? До какого основания? Ну, сейчас с этого года Одесский городской совет и район администрации охраняет наше коммунальное предприятие муниципального хорона. Да, до сих пор не можем разобраться и понять, что это за коммунальное предприятие, для чего оно было создано, если у нас существует полиция, нацгвардия, есть силовые ведомства, которые отвечают за безопасность депутатов в том числе. А как можно устроиться туда работать, например? Я подозреваю, что создание этого коммунального предприятия было в период внесения законодательной инициативы в Верховной Раде о законодательном закреплении возможности создания муниципальной охраны на местах. Муниципальная полиция тогда пришла речь, но на Верховном уровне это не утверждено. Запонопроект не прошел, он прошел в первом чтении, так и был похоронен в стенах Верховной Рады. И тогда же, значит, родилась идея создания коммунального предприятия. Мотивирует это тем, что нанимать, допустим, представителей полиции и охраны, ГСО, так называемое, достаточно дорого. Вот приводили цифры на комиссии о том, что... Простите, вы сегодня услышали цифры, которые выделяются на муниципальную охрану, и это дешевле, чем нанять ГСО? Мне трудно сегодня. Вы знаете, тут как бы дешевле, возможно, да, дешевле. Но мы же говорим о том, что сотрудников ГСО было... Они как они аргументируют? Сотрудников ГСО было меньше, а если мы их наберем 100 человек, как у нас числится в коммунальной охране, тогда они обойдутся нам дороже. Примерно речь идет о том, сравнение. Теперь власть оберегает себя от народа, который ее избирал. Ну, можно сказать... Выглядит это так? Да, аргументируют тем, что коммунальное предприятие охраняет не только городской совет, но и все структурные подразделения городского совета, департаменты, которые разбросаны по городу, районные администрации. Прекрасно. Это просто замечательно. Каждый раз убеждаюсь в том, что... Я не понимаю, чем занимается муниципальная охрана. Вот сколько бы я ни читала, я не понимаю, чем занимается муниципальная охрана и для чего она нужна. То же самое, я не понимаю, для чего нужен турникет и почему мэрия настолько закрыта от своих граждан, которые, собственно, избирали и мэра, и депутатов. Давайте перейдите. Вы что избирали? Собственно говоря, само здание муниципалитета – это собственность территориальной громады. И если у вас есть в паспорте одесская прописка, то, по моему мнению, ничто не может вам помешать пройти в Одесский городской совет. Абсолютно верно. Это не собственность мэра или депутата? Нет, это не собственность. Другой вопрос, что я действительно считаю правильным предъявление паспорта на входе, но не с целью того, чтобы пустить или не пустить, а с целью того, чтобы, если вдруг вам придет в голову рисовать на стенах в коридоре мэрии, на вас можно было идентифицировать и составить на вас админпротокол. Все, это единственный аргумент. Ну, я тоже не вижу проблемы предъявить документ, удостоверяющий личность. Но все в том, что это не всегда помогает. Это вот основной вопрос. Прежде чем перейдем к повестке сессии, хочу, чтобы мы послушали мнение медиаэксперта Бориса Ходорковского. Наши корреспонденты пообщались с ним. Прошу вывести прямую речь. По-моему, наши чиновники вообще к диалогу не готовы. Мало того, они его боятся. Мало того, они в нем однозначно проиграют. Я сейчас не говорю про диалог с кликушами, а я говорю диалог с умными, знающими закон людьми. Поэтому они этого диалога сторонятся и пытаются его изобразить на страницах Facebook и прочих социальных сетей. Это у них эффективно получается. У них есть свои амбассадоры, очень активные люди, их немного, в социальных сетях, которые знают, как работать с интернетом, которых воспитали с определенными целями. И они сейчас при помощи техник, в том числе троллинга, вот этого всего, есть такой термин, как буллинг и прочее, ну нападение, да, такое виртуальное, они расчищают информационное пространство для мэра его команды. Говорящий мэр и умеющий вести диалог, это очень сложно. Насколько вы видели реально грамотно говорящих, формулирующих мысли спортсменов. Какая-то доля лицемерия и манипуляций существует в любых даже цивилизованных государствах. Может быть ложь и на таком большом уровне. Просто красивые слова, высокопарно сказанные в микрофон на большой площади. Поэтому это происходит не только у нас. Политики виляют и лгут. Так, смотрите, с мнением эксперта я согласен, я думаю, что обсуждать здесь нечего. Но теперь идем уже от, считаем, что мы прошли в городской совет. Ну мы не прошли, но Аня побезнованно прошла. Я имею в виду, что вы, считается, прошли через турникет городского совета. И вот мы уже в зале, и вот началась сессия. Какие сегодня были вопросы, на которые следовало было обратить внимание, и что вам показалось особенно важным сегодня? Ну, безусловно, наверное, самым важным вопросом, о котором мы говорили на протяжении последних пару недель, в студии у вас на телеканале, и я знаю, что ваши журналисты, и не только представители вашего телеканала, и других средств массовой информации, освещали вопрос целесообразности содержания одного из соборов, это речь идет о Спасо-Преображенском соборе, Московского патриархата. Я акцентирую свое внимание именно на слове «содержание». Потому что сегодня в ходе сессии я, выступая, сказала, что если речь идет о содержании, то это, в принципе, недопустимо для любой конфессии. У нас церковь отделена от государства, и содержать, пожалуйста, должна церковь. Любую, будь то собор, каким бы он ни был красивым и прекрасным. Тем более, что вот… Другой вопрос. Пескучка, оно же передано на баланс церкви? Передано. Оно не на балансе города уже давно. Оно не на балансе города давно, с 2010 года, это собственность Московского патриархата. На балансе города оно никогда не было, на самом деле. Был на балансе фонда, Черноморского православного фонда. Это после восстановления, да. После восстановления, действительно. Другой вопрос, что если речь идет о реставрации, потому что достаточно… У нас есть много объектов, которые представляют собой не только религиозную ценность для паствы, но и историко-культурную ценность для города в целом. Потому что Одесса – это туристический город, и мы, когда говорим о туризме, мы даем возможность нашим туристам любоваться не только какими-то массовыми мероприятиями, но и памятниками архитектуры. И если здание… Теми, что остались, давайте будем честными. Да, да. И если здание церкви является памятником архитектур, да, представляется… Оно является в данном случае? Внесли в перечень, как вновь созданное, вот если мы говорим об этом соборе. Но он восстановлен, разве нет? Ну, вновь созданный объект. Вновь созданный, мы созданное, да. Поэтому если речь идет о реконструкции, то, допустим, можно поднимать вопрос, и то его предварительно необходимо обсудить с обществом, с адеситами. Считают ли они целесообразным выделение денежных средств одесского городского бюджета… Реконструкция, она является единоразовой процедурой, единоразовым выделением средств. Простите, я хочу немножко назад, буквально на полшага назад я хочу разобраться. Выделять деньги на реконструкцию, вы говорите о том периоде, когда этим занимался Чемовский полосанный фонд, или сейчас выделяют? Нет, сейчас я говорю, допустим, вот есть представители у нас Одессит, Додесса, мультирелигиозный, многонациональный гор. Мультиконфессионный, я вспомнил слово, это сложное. Есть представители разных пастов, да. И если, допустим, город считает, что… Часть денег, которые заплатили люди из другой конфессии, например… Необходимо, ну, можно направить на реставрацию одного из объектов, который является единовременным событием, а не на содержание, как у нас это происходит со Спасо-Преображенским собором с 2010 года. Мы его содержим за счет средств городского бюджета, мы выплачиваем зарплаты, мы выплачиваем коммунальные услуги. То есть речь не идет о реконструкции, о воссоздании, речь не идет о предоставлении, допустим, возможности оформить землю под собором. Вот на сессии в предварительной повестке, буквально вчера на Согласительном совете, был снят вопрос о передаче церкви, которая находится в Удельном переулке, пастве. Она так и осталась в нашей коммунальной собственности. Не просто не проголосовано, вопрос был снят, потому что у городского совета вызывают сомнения в подлинности документов из архива. Ну, стоит отметить, что эта церковь не московского патриархата. Это больше, я скажу, по-моему, эта церковь вообще баптистская. Да без разницы, какая она. Нет, нет, там русская православная церковь, но там какое-то вот есть продолжение названия, к сожалению, я не вспомню. Я просто путаю, простите. Достаточно длинное название. Церковь Иоанна Кронштадтского, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Я перепутал, простите. Вы не голосовали за выделение этих средств? Мы не голосовали, мы воздержались, и я объясню нашу позицию. Вот я, как активный пользователь Фейсбука, получаю сегодня как положительные отзывы о нашем решении, так и отрицательные. И я очень благодарна всем, кто высказывает свое мнение, будь оно там лестным для нас или не очень. И те, которые критикуют, что мы должны были проголосовать против этого вопроса, я объясняю свою позицию следующим. Этот проект решения, в котором одним из пунктов содержалась строка на финансирование собора Московского Патриархата, он содержал ряд важных вопросов, финансирование которых из большинства неоспоримо. Это выделение средств на ремонт школ, садов, дороги, реконструкция памятников архитектуры, здравоохранение. Были более горящие, насущные проблемы, чем... Действительно, были насущные вопросы, и горящие, и если... Смотрите, это вот... Знаете, как невозможно оспорить необходимость финансирования этих вопросов, но эти жизненно важные вопросы испортил всего, навсего один вот этот пункт, который... Действительно, это делается специально, чтобы не было альтернативы. Это пакетно. Пакетно, как так называемое, голосование, чтобы у вас, какой бы вариант вы не выбрали, если ваше мнение не совпадает с большинством, вы все равно останетесь в проигрыше. Поэтому еще раз подчеркиваю, действительно, мы воздержались, но мы еще раз, как фракция, считаем недопустимым содержание за средства городского бюджета церквей любой конфессии. Не могу с вами не согласиться. Анна, последний вопрос. Насколько эффективной, на ваш взгляд, была сегодняшняя сессия? Ну, что вы подразумеваете под эффективностью? Давайте так, насколько она была полезной для жителей нашего города? Полезной. Не могу сказать, знаете, что все вопросы носили негативную окраску. Был вопрос о принятии положения об электронном билете. Положительный вопрос. Положительный. Был вопрос о... Наконец-то вспомнили о проведении земельных торгов. Мы с нетерпением ждем, когда все-таки Одесский городской совет придет к консенсусу еще о проведении торгов по коммунальной собственности. Была уже, допустим, ввели дополнительную норму ответственности для представителей, для заместителей мэра. Теперь они будут визировать все проекты решения и будут наравне с начальниками департаментов нести ответственность в случае, если этот проект... То есть персональная ответственность? Введена персональная ответственность, что никак, надеюсь, не отразится на нашей, как депутатов, возможности подачи проекта, потому что наши права закреплены законом. Но, тем не менее, наконец-то, эта ответственность не будет, знаете, размыта между всеми. А будет еще одно лицо, которое будет отвечать. То есть, в принципе, были плюсы? Были плюсы. Я не могу сказать, что все плохо. Не все. Но вот такие вопиющие вопросы, вы знаете, они перечеркивают весь тот позитив, который есть. Это правда, Анна. Благодарю вас за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Анна Познякова, депутат Одесского городского совета, была нашей гостьей. Мы подводим итоги голосования. Напоминаю, спрашивали сегодня наших телезрителей, считаете ли вы Одесскую мэрию публичной? 32% считают да, 55% ответили нет и 13% говорят о том, что им тяжело сказать, насколько публична мэрия. Но подавляющее большинство не считают мэрию публичной. Я думаю, что стоит задуматься городской власти для того, чтобы сделать все-таки свою работу более открытой. Ну а итоги этого дня подведет Ксения Терзи. Прямо сейчас она расскажет о самых последних событиях, которые происходили в городе и регионе. Мы прощаемся с вами до завтра. В 15.00 начнется информационный день на Думской ТВ. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мира вашим семьям, всего доброго. Мира вашим семьям, всего доброго.